Власть от Бога. Три ветви власти. Применение Божьей власти в молитве и жизни верующим. Мир вам, братья, сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Братья, сестры, я точно знаю, что там, где мы с вами живем, есть участковый, уполномоченный полиции. И когда он к нам приходит, мы знаем, что нам нужно его слушаться. Знаем, что он при исполнении и у него есть власть. То есть за ним стоит полиция. У него есть власть. А если он уйдет из полиции, уволится, даже если он будет в полицейской форме, он имеет власть? Как мы будем к нему относиться? Братья, сестры, чтобы мы имели власть как верующие в жизни и молитве, нам нужно знать власть от Бога и быть подвластным ей. Да, есть власть верующего в жизни и молитве. Как сказал Господь, все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Но чтобы быть, иметь эту власть, нужно быть подвластным Божьей власти на земле. Она нужна и поставлена для того, чтобы среди Божьего творения человека, человеческого общества, был порядок. Я знаю, что не все наши начальства и власти понимают, в какой структуре они находятся и перед кем им придется отвечать, если они вели бы себя иначе. Но факт есть факт. Мы не будем исследовать эту тему, а начнем с себя. Одна власть, три ветви. Чтобы иметь власть верующего в жизни и молитве, мы должны быть подвластны Божьей власти на земле, среди людей. Власть от Бога на земле, которая поставлена в трех сферах – родительская, государственная и духовная. Божья власть на земле, чтобы был порядок среди людей одна и действует в трех направлениях. Во-первых, родительская. Во-вторых, государственная. В-третьих, духовная. Откройте для себя силу веры и Божью власть в молитве и жизни верующего, исследуя концепцию силы от Бога на земле в трех различных сферах. Узнайте, как использовать власть, дарованную Богом, в вашей жизни, молитве и в мире среди людей. Не пропустите это проницательное обсуждение власти верующих в молитве и жизни. Подпишитесь, чтобы получить больше контента о духовном росте и расширении прав и возможностей. Родительская власть от Бога. Божья власть родительская. Даже в десяти заповедях написано. Откроем книгу Второзакония, 5 глава, стих 16. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо было тебе было на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Это книга Второзакония, 5 глава, 16 стих. Нужно научиться почитать, уважать, повиноваться своим родителям. Этого требует Бог. Кто не умеет, нужно научиться. Кто не может, попросите у Духа Святого силы. Он поможет. Если мы нарушаем эту заповедь, мы нарушаем заповедь Божью. А значит кто? Беззаконники. А беззаконники могут успешно вести духовную брань на территорию врага? На территории сатаны? Конечно. Нет. Сатана и миллиметра своей власти не отдаст. Да, он не будет так сильно нападать на такого человека. Все-таки он дитё Божье. Но и успеха в молитве не будет. Как жить? Почитать и уважать своих родителей можно посмотреть на государственную власть, поставленную Богом для порядка среди людей. Власть одна. Только сферы действия разные. Там родители, а там государство. Государственная власть. Мы все живём и граждане какого-либо государства, то есть территории, на которой мы проживаем. В каждом государстве есть свои законы, конституция. И если мы живём, мы должны их соблюдать. Если мы не соблюдаем, к нам придут власти и будут разбираться, вплоть до наказания. Или мы не можем, например, жить в Аргентине, а жить по законам Китая. Так ведь? Мы должны, если мы живём на территории страны, соблюдать законы, конституцию той страны. Бог поставил эту систему власти, чтобы среди людей был порядок. Нужно научиться соблюдать законы, правила, конституцию той страны, на территории которой мы живём. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё. Ибо начальник есть Божий слуга. Тебе на добро. «Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Это послание к римлянам, 13 глава, 3-4 стих. Конечно, это спорный вопрос, на взгляд человека. Но если есть желание это исполнить, Дух Святой поможет правильно встать под Божью власть. Духовная власть. Все люди, кто своей жизни посвятил и направил к Богу, он собрал, создал своё строение, это церковь. Церковь – тело Христа, и он наполняет собой всё и вся. Посланник Ефесянам, 1 глава, 23 стих. Конечно, есть много направлений, общин. Но каждый должен быть членом какой-либо церкви, общины. Каждый сам должен выбрать, где он будет. Прийти в церковь или общину и быть частью этого общения. Иметь старших руководителей и, конечно, слушать их. Подчиниться тем правилам, уставам, обычаям этой церкви. Нельзя нарушать общение с своими правилами и нести раздор. Это тело Христа. Друзья, до того, как мы пришли в эту церковь, она существовала. И поверьте, если мы уйдём, она продолжит существовать и без нас. Это духовная власть на земле. Строение Божие для тех, кто посвятил своей жизни Богу. Данное Богом для людей. Мы должны быть частью живой церкви на земле. Подчиниться Божьей власти. Не умеем. Нет сил. Попросите Духа Святого. Он поможет. Одна власть, три ветви. Так вот, чтобы иметь власть верующего на земле, нужно быть подвластным Божьей власти на земле, которая поставлена в трёх сферах – родительская, государственная и духовная. Если мы нарушаем. А если мы нарушаем хоть одну из его ветви власти, мы становимся противники Божьей власти на земле. А как такие называются? Правильно, беззаконники. И такой человек уже не имеет власти верующего в жизни и в молитве. И не может вести духовную брань в молитве. Слышу возражения. Молиться могут все. Я согласен. Все. А результат? Как беззаконник может молиться на территорию сатаны и иметь результат? Кто там будет его слушать? Представьте, беззаконник изгоняет беса, который находится в подчинении сатаны. Тогда такой человек ставит себя выше сатаны. Допустит ли сатана, чтобы человек, беззаконник, руководил его подчинёнными? Конечно, нет. Когда человек нарушает хоть одну систему Божьей власти на земле и дальше молится? Да, может молиться. Но весь духовный мир знает, что он не подчинился Божьей власти. Люди не знают, но духовный мир знает. И его никто слушать не будет. Очень часто такие молитвы не проходят долго. Потому что человек молится, и у него нет результата, и прекращает молиться. Границы молитв. В духовной брани также ещё есть один фактор, как граница молитв. Даже если молитвенник имеет власть как верующий человек, в духовной брани есть границы. Они обусловлены даром Бога для человека, таким как свобода выбора. Этот выбор никто не может нарушить. Мы не можем вести духовную брань за человека, если он не хочет или не знает. Нет, наверное. Так, может. Но иметь результата не будет. Есть одно исключение, когда молитвенник молится под личным ведением Духа Святого. Более детально про границы молитв мы посмотрим в следующем видео. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что Слово Божье говорит про родителей, власти и церковь. Более того, мы ещё много будем говорить на теме молитвы Бога Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Божьего в современном мире. С вашего позволения, сегодня я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили Слово Откровения от Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сёстрам. Аминь. Аминь.